Мне сегодня полегче, хоть гнусавлю еще. Говорят, против меня выступил Сыфтыкарский и там Ханты-Мансийский Петерим, митрополит. То ли митрополит, то ли епископ, не пойму я его. Против меня. Он меня не знает из чего. Но я заинтересовался. А его обвиняют как раз в голубом лобби. Я про это не знаю. Но я его нашел, когда стал смотреть, где он выступает. Кажется, он против меня. Я бы должен. У меня никак это не срабатывает. Я сам посмотрел, мне понравился. Он такой оригинальный. Он там выступает и против решений патриархии, они неправильны. Против ненужных храмов, где надо среди народа строить. А не на Валааме, не на Соловках, где никого нет. Я его еще раз просчитал. Этого Петерима. Я не могу ему дать знать-то, поприветствовать его. А он мне понравился. Вот так. Звонок? Да. Так, минутку. Так, говори. Говори. А кто это? Ну, давай. Сейчас. Так. Отец Павел приехал. Дверь-то не раскрытая. Установи этого пока. Прямо. Так, отец Павел приехал. Которого с него рясу содрал. Не ернавал, а содрал. Магнитофон отобрал, крест. Местный был епископ Максим Дмитриев. За то, что он тайно хотел записать. Спрашивал вопрос про крещение. Чтобы владыка сказал. А он бы своему порторгу показал. Гордиенко. Бывший порторг у них, священником. И он с него все содрал. И по сегодняшний день. Его отправили куда-то. Он на 7 тысяч с него снял. Он сейчас займет. Боготырь там. Он бы их там всех разметал. Ну, он стоял, руки опустил. Ой-ой-ой. Валенки ему дай. Сюда подойдите с Павел. Я познакомлю вас. С человеком, удивительной личностью. Давай сюда. Там прям... Только валенки надень. Валенки. Идите, не пожалеешь. Сейчас ты увидишь его. Героя нашего времени. Я вас познакомлю. Давай я тебя с Павел. А ты что, Ваню-то не взял с собой? Ну, ладно, плохо слышу. Я тут наушниках-то где? Отца Павла в осенью жена умерла. Они двое с сыном остались. Он дома построил домовую церковь. Приходят молиться. Его архиерей-то, когда всего лишил, ему жить-то надо, он пошел в золотоискательскую партию. Потом давай водить маршрутки здесь. Он не умрет с голоду. Свободное время, рыбащит. От архиерея трехни выкинет. Он как пугало на огороде будет стоять. А отца Павла не запугаешь. Так, ему стул. Возьми сюда, батюшка. Стул тащи сюда. Не снимай, что он вот это. Прямо это надеть на себя. Наоборот. Ты сильно в этом выглядишь так импозантно. Вот так. Давай. Пускай кресли на будет. Не застегивай, батюшка. Только внизу чуть-чуть. Возьми стул. Сюда подходи. Так, убери с дороги маленько подальше. Вот сюда садись рядышком. Давай. Вот сюда рядом. Вот. Сейчас поближе ко мне, чтобы тебе видно было. Вот сюда смотри. Это вот Сергей парализованный лежит. Ударился головой там и 10 лет, 12 лет уже лежит. Миром больше. А? Вот отец Павел. Покажи кресло у тебя где. Вот он. Вот он. Вот. Благослови, Сергей. Благослови. Православный человек. Он сильно помогает. Вот. Ты немножко сейчас сам скажи, может там неправильно. Скажи на тебе, когда снимали подрязники, его епископ снял или изорвал? Снял. Снял, не рвал. А то некоторые говорят, порвал, изорвал. Я говорю, откуда вы берете? Я бы рядом, я бы знал. Отец Сергий говорил, порвал. Ну вот. Ну вот он живой человек. Вот он самый. Про него речь как раз и идет. Это в каком году было? В 2002 году. В 2002 году? 30 декабря. А как получилось, что... Почему на тебя огневался-то? Ты пошел туда как? В епархию-то. С какой целью? А я бы туда и не пошел бы, если бы знал, что это получится. А я предполагал. Началось-то все с того, что когда Бог призвал на служение в 1995 году... Погрубче говорит. Когда Бог призвал на служение в 1995 году, то я сразу же знал, что нужно ходить по домам, благовествовать, призывать народ на покаяние. В храм, в церковь, в Богу. Вот. То и начинал делать. Сразу. В Усть-Пристане. Вот. Затем я купил, значит, правила православной церкви, где начал понемногу читать и смотреть, что несовпадение идет наших действий с тем, что написано в правилах. Ну и так подумал, думаю, кто же есть-то, кто соблюдает эти правила. Если сейчас их начать соблюдать и крестить правильно, там и все, поступать правильно, чтобы торговли не было в храме, и таинства безвозмездно были, то сразу запретят. Просто не дадут служить, потому что поставлено все на колеса деньги. Все, плати, 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 плати. Поэтому, Господи, где такие люди, которые это все соблюдают? И вот прошло довольно-таки времени, до 2002 года, и через одну женщину я услышал, что есть такое село Потеряевка. Вот, и она, говорит, я там, говорит, две недели была, она не крещеная, с сыном, и они в лагере были. Им очень понравилось, и, говорит, как в 18 веке побываю. Побыла, и мы познакомились в Карабенниках с ней. Она с московской патриархати. Этих там чудотворные иконы, и всегда туда ездят в Карабеннике летом. Ну, и я думаю, туда ехать или не ехать, но Бог вот подобил туда съездить. Значит, был промысел такой, что проснулся ночью, да, думаю, надо ехать, и поехал. И вот мы встреча была, думаю, там все знаю, там шалман этот весь, народ проходит, заходит, все выходит, там гул стоит в церкви. Можно всю эту дисциплину навести было. Вот, меня это не устраивало, конечно, что там такой шалман, все это, дисциплины совершенно никакой нет. И вот встреча с этой женщиной была, и она мне рассказала о Потеряевке. Я очень загорелся, думаю, поеду, найду. Она говорит, а я дороги не знаю. Говорит, найди мужа, а там 5000 человек, попробуй ее найди, этого мужа, среди этого всего. Но Господь сподобил и нашел этого мужа, он рассказал о дороге, где это, где свернуть надо, в каком месте, и потом в полях там искать. Еще надо спрашивать, еще там где бригады какие, и доехать там только через расспросы, иначе там в полях заблудишься. Вот, и, в общем, мы приехали, заблудились мы там, в общем, ночевали на бригаде, вот, утром рано мы выехали, чуть рассвет начал, вот, приехали мы в Потеряевку ровно в 5 часов, около 5 было. Я думал, там спят все, а там движение вовсю, там уж трактора урчат, машины, братья там, я подошел, бородатые, припоясанные, я говорю, а где батюшку найти? А, говорит, я говорю, наверное, спит, наверное, нет, говорит, у нас рано стоит. Ну, я удивился, он пошел батюшку, это, батюшке там сказал, батюшка вышел, мы с ним познакомились. Вот, и когда мне показали, батюшка повел по храму, показал храм, и, в общем, все, что у них по канонам все делается, я был сильно удивлен. Вот, и мне это все по душе было, потому что все это читал, думаю, где бы это все увидеть наглядно. Лагерь показали, вот, уставы, вот, думаю, привезу сына сразу, потому что надо учить. Слава богу, есть такие, как Игнатий Тихонович, кто бы обучал детей, вот. И сразу домой вернулись мы, значит, там матушка была, и все, мы решили, Ваня-ка туда, в лагерь, я тут же немедля, значит, его собрали и в лагерь его привезли. Вот, ну, вот такая вот у нас началась такая дружба, вот, с этих встреч. Батюшка, а можно, можно узнать немного о плодах, вот, дружбе, расскажите, вот, как вы благовестуете, как у вас проходит благовестие? Ну, вот, значит, суть-то вот к этому-то что? Ну, я знал уже, уже это было в июле месяце, я уже знал, что меня запретят. Уже через полгода я уже знал, что через полгода меня я не буду служить. Ну, а у меня свобода, я начал наводить порядки на тех приходах, у меня их было четыре прихода по разным, по Алтайскому краю. И там начал, значит, и благовестовать, и собрания собирать, вот, и рассказывать людям, что есть каноны такие, которые все позабыли люди-то, вот. Вот, и что по ним надо жить, по Библии, по святой, вот, положили на аналой Библию, вот, и учение сразу пошло у нас, собрания, учения по Библии, по святым отцам толкования, вот, по Златоусту, все это, то есть на основании Священного Писания, по 19-му правилу 6-го Вселенского Собора, что если мы не свое несем, а несем то, что святые отцы нам заповедовали, нам запрещено просто что-то от себя тяну какую-то городить, вот. Ну, конечно, вышестоящему начальству это все не нравилось, они начали мне с проверки засылать, как-то там чего, подискиваться. Я-то вообще в этих интригах не понимал ничего и не знал, что это там что-то такое-то. А они начали подыскиваться под меня, вот, что это ты там делаешь, какие-то собрания устраиваешь, это, что это такое, вот, что это за общину ты готовишь, общины создаешь. А я говорю, так в уставах там написано община в церковном уставе, что надо создавать общину, вот. Ну, и они, в общем, подыскивались и подыскивались мне, там и лжой разной всякой, и в итоге там на этом Игнатий Тихонович дал, значит, вырезку с журнала, где о патриархе, о видении было сказано. Ну, и я сопоставил, життя святых читал, там видения разные, сны и все прочее, явления угодников божиих. И я начал говорить, что вот патриарху такое же видение было, как и тем в те далекие времена, с нашим святым видения были. Я говорил, вот смотрите, куда нас ведут и куда мы пришли, вот. И когда это все начало делиться с людьми-то, все, и дошло до Благочинного, а он бывший коммунист, а мы с ним, он меня недолюбливал, мягко говоря, все, и тут им попало, на чем можно, говорится, сделать, значит, свергнуть, так сказать, подыскаться под меня. Вот, и вот они вот на этом-то, и главная-то зацепка-то была вот в этом, вот, на патриархе, мол, ты тут патриарха трогаешь нашего, и все. Я говорю, да-ка, я говорю, видение, он, життя святых откроешь на, нет учебника, значит, это книги, где бы не сказано о видениях, привидениях разных, и все, там все переполнено этом. А как, вы же за столом сидели, как-то беседовали относительно крещения? А до этого вот приезжал епископ в камень, это было, это Максим, епископ Максим приезжал он в камень в августе, он посещал приходы, и там, где познакомился со священниками, вот, и я там стол был, значит, после литургии, там стол, и священники собрались, 18 священников было, один дьякон, вот, и он спрашивал, есть у кого вопросы? Я поднял руку, он говорит, говори, я встал и начал говорить о нарушениях крещения, что неправильно, без подготовки крестят, без научения, что торговля в храме идет, это, говорю, надо прекратить, потому что это не по канонам, и, значит, у нас, говорю, еще реки не высохла, говорю, река опь, еще озера вокруг деревень все не перевысыхали, надо полным погружением, с научением крестить, А он меня спрашивает, а ты как крестишь? Я говорю, полным погружением, вот, с научением приезжает, вот, прочитай Библию, Евангелие, вот, заповеди изучи, экзамен сдай, Ну, и он, значит, начал сразу у благочинного справиться, а это кто такой? А это кто такой? Ну, ему благочинный-то и говорит, кто я такой-то? Гардиенко. Гардиенко-то. У-у-у, говорит, он там загудел, прям, у-у-у, говорит, так ты раскольник, так я говорю, какой я раскольник-то? Тут понятно, кто раскольник-то, не соблюдает-то ничего. Вот, вот они сразу ярлык мне навешали, ну, и все, вот с этого момента-то ему было задание дано все это следить полностью, все, за каждым шагом подыскиваться, вот. Ну, и меня и до этого вызывали там на ковер всякую клевету, там, говорили, говорили, я все отметаю, вот, до еще Максима было. Я говорю, чего вы, говорю, собираете там все, какую-то клевету, какие-то кресты, какие-то крестики, кто-то что-то сказал, я говорю, вообще-то он ничего не говорил, вот. А еще был владыка Антоний. Я говорю, один встает благочинный. Перед вот этим собранием, так вот, перед заступлением епископа Максима, вот он еще живой был, Антоний, вспомнилась. Погромче. Вспомнилась, говорю, встает, говорит, а ты, говорит, не твои ли, говорит, слова, говорит, вы, говорит, а там наложили налоги очень большие, то есть было, допустим, 400 рублей в декабре платить, а надо в январе уже 800, а морозы были минус 50, и метели, все замелось, снежная зима была, морозная, не проедешь ни в деревня, никуда, на вертолете только можно долететь, вот, а налоги огромные стали, то есть 800 рублей, и по деревням еще надо 600 рублей наколотить, чтобы все это пособрать и отдать сразу, и надо было уже 20-му числу было это все отдать, это весь, все налоги, а я говорю, так я и не ездил никуда, у меня нет, нет, говорю, мы не могли выехать, запланировано, чтобы поехать на Рождество Христово, мы не смогли поехать, было минус 50, мы пошли, просто помолились, в храм сходили, ну и вот меня на разбор вытащили туда, почему ты не платишь налоги и все прочее, вот, ну и один говорит, а я сказал батюшке одному, говорю, да как вы, говорю, боитесь, трясетесь за сидушки свои там, вот, и плотите, вылазите вон из кожи и плотите, а мне, говорю, платить нечем, а я, говорю, за сидушку ни за какую не держуся, я, говорю, свободный человек, вот, ну все они меня потрепали, я, говорит, это не твои слова, я, говорю, я, говорит, это истина мои слова, то, что я говорил, я не отрекаюсь, он хотел меня, ну и все смотрю, батьки на меня смотрели, все голову вот так понурили, все опустили вниз, стыдно, говорю, стало, я, говорю, ну что, боитесь, я, говорит, за сидушки, как вас вытряхнут сейчас аркерей, ну и там начали голосить, кто меня ненавидел, сана лишить, сана там лишить, ладыка посмотрел, говорит, да у нас это успеем сана лишить, запрет, нет, не дадим мне запрет, иди служи, работай, вот, он опять там налоги, я, говорю, да это налоги, говорю, по теме, одна деревня была там, мертвая совершенно, чего только не говорили, чего только не делали, придут бабульки, говорит, ты одна другую толкает, две бабки пришло, говорит, ты свечку не покупай, а то поп разбогатеет, вот, а мы это все потом, это все смели, я говорю, свечи бесплатные, сколько хочешь, бери, то есть, когда по канонам стали, я говорю, а вот святая десяти на Богу, это по Библии, говорю, положили, кто желает, пожалуйста, вот, который хочет страх Божий иметь, платите, вот, а у нас все безвозмездно, мы поставили все, свечи поставили все, нисколько не стоит, таинство безвозмездно, 23 правило 6 Вселенского Собора, торговля в храме не ведется, 76 правило 6 Вселенского Собора, вот, поэтому все это установили, и с научением, чтобы все было, ну, люди приехали, да, у вас бесплатно, бесплатно, ничего мы не берем, безвозмездно, все таинства, покрестите нас, нет, говорю, заповеди, Евангелие прочитать, Библию прочитать, на вопросы ответить, вот, и поп, что-то загнул тут, я говорю, я не я, это не мое, это Божие слово, говорит, идите, научите все народы, запятая, крестя их во имя Отца и Сына, ситага, Духа Матфея, говорю, 28 глава, 19 стих, они, о-о-о, да, кому все заповеди, говорит, знаем, а их человек 20 собралось, а там крестить им надо, все у них там, шашлыки уже шуршат, все, вино, все у них надо, быстрей, быстрей, все, я говорю, я говорю, мы назовем 10 заповедей, я говорю, пожалуйста, все до единого назовете, если, вот, совместно, хотя бы 10, мы будем крестить, давайте на это же пойдем, они начали называть, ну, как всегда, не убей, не прелюбодей, не укради, я говорю, ну, а дальше, 7-то, кто будет называть-то, и вот они и так кружили, и так, и эдак, ну, и больше ни одной не могли выдавить себя, я говорю, ну, и как, вы 10 не назвали, я не буду крестить, только 3 могли назвать, ну, батюшка, я говорю, да, у нас безвозмездно, все, садимся по машинам, поехали крестить в камень, туда, к гардиенке, лоб помочить, все, я говорю, ну, смотрите, когда хотите так езжать, я говорю, он Евангелие предложил, а если бы священники бы мыслили, что, подожди, вы откуда приехали? С Веркова, да, катама, есть священник, идите, он и вас учит, и у нас с научением, и у нас безвозмездно, но с научением, вы у своего священника креститесь, они развернулись бы, и все, и все бы так бы, священники бы, да, ка у нас Россия бы возродилась бы, да, с научением бы, мы уже опоздали, опоздали сейчас уже, сектанты все прошли уже, прошли везде, в каждый дом, вот, заглянули, и все, они сейчас, а люди сейчас сидят у зомби-ящиков, зомби-телевизоров, зомби-компьютеров, они не могут отличить уже православие от сектанта, очень тяжело поддается даже внешне, ну, я говорю, где выходят, да у нас уж были, я говорю, кто был-то, сектанты были, вы православно-то его видите, а чем отличается, я говорю, да-ка, внешне, я говорю, борода, крестимся, молимся, вот, а они, ну да, говорит, вот, вот, ну, мы им предлагаем Евангелие, вот, Слово Божие, рассказы, вот, кто принимает, кто в дом запускает, кто так принимает, вот, кто на беседу приглашает, домой зайдем, побеседуем, вот, о Евангелии, Евангельской теме, покаянии, вот, дарим журнал «Душа», тоже, чтобы по святым отцам они тоже там Слово Божие разбирали. Батюшка, ну, вот, вот такие вопросы нужно, вот, прям, буквально ребром ставить и кардинально решать, вот, именно вот так резко, не то, что там как-то, какие-то плавные переходы, а именно резко все в церкви менять, то есть погружение, купели и тому подобное, да, иначе ситуацию не поменять в стране. Ну, вот один священник в камне на Абе говорит, я построю купальню, купель. Уже давно это, уж давно это идет, с 80-х годов, как, значит, крещение Руси произошло, и каждый священник хотел все построить, и кирпичи завозили, и еще что-то там, цемент, и все каждый хотел построить, и так по сей день не построено, и один хочет, я возьмусь и буду строить, вот, ну, и благочинный-то и говорит, я, говорит, тебя первого там утоплю в этой купальне, и все, и на этом все кончилось, вот, вот так вот. Начальники, я говорю, вот на выступил, когда на собрании, опять возвращусь туда, на этом, я говорю, купальню надо, эти, баптистерии строить здесь, в храме, вот, делать. Я говорю, ну что, вот сейчас, вот покрестили, говорю, лоб помочили, вышел он на порог храма, я говорю, тебе что-нибудь рассказали о Христе, о Боге? Нет, ничего, окреститься умеешь? Да нет, ничего, я не знаю. И он тут же, ему лоб помочили, деньги взяли, он тут же табак достает сигарету, закурил. Я говорю, здесь нельзя курить, выходите и бросайте это дело грязное, все. Ну, и спрашиваю священников дальше их там, а Дух Святой сошел на него или нет-то? Ну, и никто не может-то сказать-то. Ну, если сошел, так он уже бросил бы курить и материться, и злиться. А если же не сошел, то и нет ничего, он тут же курит и пьет, и матерится. Вот. Люди-то должны это же понимать, что кого они крестятся. Если он курит, да какое крещение-то может быть-то? Но когда архиерея не против был полного погружения к крещению-то, а местный ваш стал как бы против, и ты решил тогда слова и владыки записать, как это было? Ну, и когда здесь разговор-то еще за столом идет, 18 священников-то сидят, понурили голову. Я говорю, ну что, надо же крестить-то правильно. Он говорит, ты раскольник, ага, чтобы правильно крестить. Я говорю, да каноны это гласят. Патриарх, говорю, Алексий Второй тогда был еще живой. Я говорю, он много раз воззванит, так и говорил, и писал пастырям, пастырем, чтобы где этих баптистериев нет, не крестить. Деньги не брать. А я говорю, генерала своего не слушаются. Ну ты послушался, и все, остальные будут тоже прислушиваться, тоже наводить порядок. Я говорю, да каноны надо соблюдать. А потом дальше он, епископ Максим говорит, а я и не думаю их соблюдать. Я и не думаю, что их нужно соблюдать. Вот так вот. Ну и вот после вот этого, когда он сказал, что я не думаю, он думаю, ну давай-ка, это все надо записать бы как бы на диктофон, чтобы он сказал, что я не думаю, что их нужно соблюдать. Вот такая мысль была. Не что-то там как-то его подсидеть, унизить или еще что-то. У меня даже и мыслей таких не было там, или куда-то-то вынести. А так вот, чтобы Гордиенко послушал, что нужно это делать правильно, потому что у нас зашел именно по поводу этого крещения и торговли в храме без научения. Всего это народ вне научения находится, в темноте. Ну и с народом с таким легко сладить, который неграмотный-то, ничего не знает-то. В обмане живут. И вот они поставили цель меня убрать. Начали подыскиваться. Ты как-то решился, пошел-то с собой магитофон грызил? А нет, это меня, у меня его и не было с собой. А потом привез Никита в епархию, передал мне его. Я говорю, я не знаю даже пользоваться, но он мне показал, как. Включи на кнопку сюда и все. Ну я его положил в карман, да и все. Туда. Ну и как он обнаружил или как? А он начал, значит, это, ну тоже там, значит, клеветы разные было. Я говорю, нет, это, я говорю, не мое. Ты там, говорит, не причащаешь людей, которые там приняли ННН. Я говорю, до такого вопроса даже не стояло никогда. Я говорю, это дело добровольное, как хотят. Наше дело исповедовать, чтобы люди каялись, в грехах своих исправлялись, не грешили. А это дело любого. То есть клеветы они не могут не грехать. Да, клевета. Одно, второе, я говорю, отметаю, клевета, клевета. Да ты за патриарха не молишься. Я говорю, такого еще и не было. Я говорю, первый раз. Я говорю, вот, Гордиенко сидит, поднимите его. Он встает. Нет, Владыка, он против патриарха ничего не говорил. То есть поминал, все. То есть чего только не придумают. Ну и затем он видит, значит, я говорю, надо же людям-то, чтобы правильное крещение давать-то. Полным погружением, с научением, с канонами соблюдались. Как вы благословляете? Все священники так. Он молчит. Я ему трижды этот вопрос задал. Архиерею. Архиерею, да. Говорю, вы благословляете, чтобы по канонам священники все служили и выполняли? Максимул. Благословляете? Молчание. Я ему третий раз этот вопрос задаю. Благословляете по канонам служить? Всех священников, чтобы правильное крещение было. торговли не было молчание ну молчание понятное дело что предается молчанием бог вот но это то все записалось вот ну и он молчание и он смотрю сильно на меня злится не знает как меня достать я сижу эти тут судьи рядом сидят священники архип артерии он меня начал запугивать чтобы сломать то там и милицией полиции психушками я тебе сейчас вызову он раза три это сейчас вызову психушку да у меня тут друг генерал кгб и все прочее я говорю ну а потом думаю еще сейчас скажет думаю давай разыграем эту комедию до конца он промолчал разъяренный отдай крест я говорю да вы мне его не вешали говорю него говорю подарили и благословили я говорю а вы его мне не давали а давай крест я говорю не отдам он соскочил ко мне подбежал давай сорвал с меня крест вот но и парке и парке было это прямо на кто там было священников священники метельницкий константин александр вайтович протери и гордиенко может еще кто-то был вот эти вот трое точно были и вот при свидетелях вот это он напал значит я после того как он крест меня содрал я развернулся пошел к выходу вот значит меня пригородил метельницкий дорогу и он кричит мне не давайте выходить ему вот я тебе сейчас вынесу решение ну ладно решение решение ну и он говорит ты запрещайся в служении я говорю хорошо назовите правило по которому я запрещаю служение у нас их много очень почти тысяча назовите не может ни одного правила назвать я говорю давайте решайте по правилам судите по правилам потому что самое высшее это вяще написано написано высшее суд милость вера бог сказал судите правильно они ничего не могут все злоба там поднялась страшная все он после этого запрещает меня и сдергивает рясу все ну а там у меня подрясники уже ряса сверху под низом подрясник был как положено вот там у меня магнитофон был все ну его увидел там значит что он это и забрал его вот в то время он не думал что его уберут отсюда и такую дыру и закинул а это должно было случиться бог дальнейшем открыл все это что это был в это что с ним господь решил отнял от тебя он крест твой серебряный на рясу снял себя и магнитофон да и ничего не вернул ничего не вернул вот ну а я по этому поводу к нему и не не стал ходить даже чтобы забирать а вот на примирение я с ним пошел вот во второй главе во второй книге и она златоуста там сказано и господь евангелие говорит иди примирися с ближним своим а потом принеси жертву мне примирися первые вот златоуста я златоуста говорит святитель говорит ты первый сходи примирися ты венец получишь а если он придет который тебя изобидел он получит венец но я пошел к нему примиряться и меня на проходной кто ты такой епархии там стоит охрана семинаристов я говорю такой-то такой-то он записал по какому поводу я говорю на примирение иду ну проходим пошел значит сел секретару и сообщил что я такой-то пришел сообщите владыке максиму я пришел на примирение он сообщил никакого не вызова все он оттуда значит послал гончего этот несется за этим за который меня пропустил сторож семинариста и он говорю я говорю ты что а говорит владыка меня вызывает говорит сейчас говорит мне уже сообщил этот говорит меня семинарии выбросят за то что я меня пропустил да в епархию меня пропустил меня сейчас семинарии включил я говорю садись ага я говорю он меня объяснительную требует я говорю садись пиши я ему продиктовал на каком основании он меня пропустил на что пришел я на примирение о евангелию вот примириться с ладыкой чтобы у нас никакого значит обиды и зла никакого не было вот он это все написал под диктовку я говорю давай вот чтобы владыка знал но и все он отдал но от мирно обошлось и в общем он не вышел ничего больше дальше не было движения я ушел это приходил по кровь и собор за снова вене как тебе относились на богослужение на покровский собор мы приходили неоднократно молились и в храме алтарь даже не хотели пускать в алтарь по первости мы входили вот но в дальнейшем в общем не стали пускать в алтарь не исповедовать не хотели не причащать вот ничего вот потом дальше мы когда благоествовали с игорем дыбу новым в одном селе значит огули вот и приходили в храм молиться то нас с храма начали гнать оттуда там батюшка их не они везде одни я говорю я говорю вот был шестой вселенский собор праздновался в августе там в конце он празднуется и мы на он батюшка выступил надо на такая проповедь я концовочку так возьму что нужно нам соблюдать постановление шестого вселенского собора и тем самым мы значит верные будем и делами почтим своих святых отцов ну и когда вот закончилось все к христу подошли вот и там собрались люди крещение принимать лбомочение ну и я им говорю говорю вот по шестому вселенского собору должны правильно вас батюшка погрузить а прежде научить и безвозмездное вы заплатили говорю денежку-то заплатили так вот вы сейчас подойдите к кассе то заберите свои денежки батюшка будет безвозмездно платить платить ой это крестить делать а вы денежку заберите потому что за таинство не платится у нас денежки как он все это услышал да как это бабушки то услышали они там как поднялись а на нас нас вы вы проваживать из храма говорит на кулаках будем выносить вас выгнали нас за это докаре говорю вера то с делом не должна расходиться ты же сказал поверь и вот так вот надо дела делать чтобы все было безвозмездно все ну так давайте какой рост скажи рост какой метр восемьдесят два 82 а вес какой не могу сказать ну не не игорь стади 70 килограмм ну вот они решили бабки вас выгнать выгнали вытолкали нас на кулаках и игорь тоже игоря там тоже зацепили но и после этого то все у нас пошло он начал на нас бумагу написал поехал в епархию там видно составили ни одного предложения значит с евангелия мы с игорем тоже составили все с евангелия там где-то 12 евангельских мест о благовестии и мы его звали этого священника пойдемте на благовестие вячеслава да звали его по постоянно пойдем с нами на благовестие звать людей в храм молиться в церковь он с нами не пошел мы ходили вот и не у сектантов там были их тоже звали чтобы они покаялись а вот и когда в общем они он написал что этим двоим которые ходят в черных рясах и нельзя принимать вот но такая статья была ну и мы в противовес это значит другую статью выпустили через это в районной газете паритет был чтобы какой-то редактор был редактора не было тогда а у него его он говорит я бы статью бы эту него в не выпустил потому что я вижу что это направлено на разделение вот но я говорю ну а сейчас надо так чтобы равенство было и вот это равенство выступила газета выпустили газету там мы сектантов подняли что они значит были когда-то в храме божьем люди которые многие в сектанты подались а вот видели увидели не расхождение слов иисуса христа с делом священническим и они горит мы покинули храм церковь и создали там свою группу ну вот пятидесятников него пятидесятников вот поэтому люди то наполняются выходят из храма то самые такие бы которые приносили бы пользу молодые здоровые и они видят расхождение веры с делом и они покидают и идут в разные секты там образуют и на этот который там был он пришел в церковь там и крещение как бы принял все это лбомочение правда вот и когда ксетанты то ему дали в руки то евангелие то а он тогда это ваш неверующий был да он пил там валялся под забором он с кафедрой выступает а сейчас он с кафедрой выступает как его бог исправил как он убоялся бога да как он по-другому начал жить да в семье направилась явно что бог-то действует то страх божий то любовь богу то понятное дело но это секта вот он туда ушел а он бы бог здесь быть и он был здесь но его не удержали священники то ничем потому что нарушали 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 а он священника говорит я возил в епархию постоянно и вопросы задавал по евангелию они горит не могут ответить не на один вопрос священники то почему в каком году все это происходило а это уже после мы пошли на добычу золото искать в тайге вот это 2004 год уже наверно пошел вот был государственная организада государственная по золотодобыче государственная организация мы там устроились и потоке я выезжали веществом приезжал священник потерявку надо слышал что интересно когда он у нас побыл здесь а вот такой щупенький сравнивать не по комплексу не приходится а там наша знакомая сестра вы знаете о ком я говорю вот и она говорит он когда приехал мы как его не узнали он какой-то весь просветленный прям так его коснулась это первое время я горит где был то у них все один к одному это потеряевки был ну и правда он нигде не возникал ничего не говорил но постепенно поддержки не было тому все вернулось ну и вот он когда а мы устанавливались вот у одной сестры там вот я говорю вот сейчас на тебя будет гонение за то что мы у тебя чай попили вот попомни мое слово вот этот вот священник он будет против тебя войной пойдет мы мирные но только как заговорим они к войне и вот войну он открыл серьезно она там все и просверы пекла и накрыли сипела и полы мыла и там но все вела всю деятельность вела вот и всегда первое везде везде первое я говорю сейчас тебе посмотришь скриллиса уберет просвера отставить с храма тебя погонит за то что вы нас принимаете воскресный день мы приезжаем вы чаем нас поете вот за это тебя погонит что что общение у нас идет и точно вот я говорю а ты потом посмотри на душе так как у тебя будет у тебя будет спокойно и мирно ты только не не вы нигде не выступай против это подчиняйся и она так и сделала говорит он ее убрал говорит как ты батюшка это видел да я говорит я знаю игру волки то в овечьей шкуре то они по-другому то не могут поступать то ее убрали с крылеса просверы тут же запретили печь другому кому-то все ее выгнали это стой мол он там кайси в притворе когда он ходил так чтобы она не попала в этот круг когда батюшка обходит так они за круг чтобы вытолкнули за круг вытолкнули все а еще из-за того что только что вот с нами она приняла и чай попоила о как чаем попая и пришел домой и выяснял а пили мы ли там или нет пьем ли там вино там или пиво а мы вообще трезвый образ жизни какой там пить то у нас другие задачи стоят то а кто у вас там был такой который говорил сейчас потеряевка разговаривать поехали сжечь их а это один и романах был ну и стоим в алтаре все он там причастие произошло все он там причастились и я говорю нот потеряевка как ты вот относишься к потеряевке то да как отнестись на поехать дожечь ее я говорю да ты чё своем ли уме то это после причастия своем ли ты уме то батюшка ты что там же дети как же можно сжечь то и там люди живые ну тогда вот разорить ее всю надо разогнать я говорю да ты что так нельзя говорю а когда я твой был и приехал они не стали вы защищать вот и ваня вот последний год как-то ездил в лагерь но он уже подзрослел мы его отправляли уже я говорю ума разумная наверно наберись а вот и и вот он ездил он всегда довольный с лагеря приезжал он папу с мамой уже после лагеря строит как надо жить вот нас уже учат ну и это приехал и уже гонения то сильные ополчились а потому что после той статьи как там побыли все это все это все это было донесено архиерею там уже ни кресту не подпускает целовать ничего там страшное гонение пошло пресс пошел просто неимоверный с храма гонят но я думаю но я буду терпеть до конца пока вообще не выгонят но это иван готовится хотел причаститься вот перед школой значит ему сколько лет уже было я сейчас не могу сказать сколько ну лет 14 наверное так 15 был вот было он хотел перед школой исповедаться причаститься так вот он подошел к романаху отойди от меня не буду тебя исповедовать все он пошел другому священнику я тебя не буду исповедовать и причащать все а почему а почему ты он говорит ты скажи что в потеряевке там еретики я горит не могу сказать там очень добрые люди умные грамотные они не еретики у них все правильно по уставу вот нет ты скажи мы тогда тебя будем причащать нет я горит этого не буду ну и в другом его ломали он устоял вот хотели клевету разную там навешать он говорит нет 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 все но и отец павел что будто бы ваша жена надежа павловна говорила что я напишу там до патриарха говорит чтобы это дело разобраться как так не наиспует не причащает вот они не наиспует не причащать ничего детей все гонит ну и в дальнейшем вот это все накапливается они все четыре там собрались чтобы нас полностью не допускать до храма ну вот постановление там между собой постановили но это не с без архиерея конечно это все дело но и мне вынесли такое вот с первого а говорится я там между делом когда бывал храме я говорил проповедь благовестовал по теме евангельской которая была они многие не выходили там говорите ничего но и говорил и мне просили прихожане навести порядок дисциплину потому что там не молитва а базар гул стоит и все пришли только общаются между собою но я взял проповедь и она и она златоуста со святителя вот с книги и по поводу того что как вот они приходят для какой цели вообще нужно приходить молиться общаться с богом и молчать порог храма переступил ты замолчал больше ты от тебя никаких слов не слышно было кроме как ты молитву деешь бог и ты больше не никого а если вы разговариваете вы пришли со своим навозом сюда навоз принесли свой этот навоз здесь трусите сеете все это заразу бог гневается на вас а потом вы болящие вы уходите отсюда они здоровые и болеете потом ну и когда они услышали про навоз их это очень оскорбило это говорит молитва у нас грипп пропала после твоей проповеди да я говорю это не мои слова это златоуста а женщина говорю в храме молчит евангелие написано и и пи епископ священник дьякон говорят и посвященный чец и крылья споет все остальные молчат вот и вот они после вот этой проповеди постановление сразу вынесли гнать его чтоб ни одного духа и мне так объявили чтоб твоего духа здесь а и вас вообще здесь не было то есть моей семьи вот если вы еще раз придете мы вызовем полицию милицию омон психушку натраем на вас и братков там у них там связи есть братки все то есть вся опора их не московского московской красной церкви все то есть все натравить на одну семью чтобы в вашей духа здесь не было ну и после я этого ушел после мы думаем ну что больше там делать нечего все выгнали это был последний накал оттуда все надо кому-то искать где-то находить архиерея вот по правилам истинного первое правило василия великого что найди истинного верующего архиерея и к нему под его омофор пойди вот и господь благословил в общем так а ваня после этого плакал дома пришел плачет я говорю вань а чё ты плачешь все господь образует все так должно и быть я говорю вот смотри вот игнатий тихонович написал открытым оком там восемь писем епископа катакомбного я говорю прочитай давай вот послушай ну ему начал читать и это как бальзам на сердце началось вот я говорю смотри где мы были так глаза то это все открывается то что это красная не каноническая церковь а в чем дело-то мы благодать не отрицаем благодать есть все хорошо но обман стоит ложь стоит вот смешана истина со лжой а это надо разделить это вот на сегодняшний день мало это кто понимает это аверки осветитель аверки тауших зарубежной церкви он говорит раздели говорит отдели ложь от истины стены все чтобы истина в тебе только было а лжи чтоб там никакой не было вот ну и он после этого успокоился и мы перешли по домофор русской истинной православной церкви вот архиерея тихона тихона там выше не можно архиепископ тихо архиепископ тихо омске пасещик да да мы под него пришли и благословен тот день вот благодарим бога всегда поем богу аллилуйя 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 вот и дома возрадовались а когда приехал оттуда вот и когда божественная литургия была у нас было очень чудно господь посетил милостью то есть душа отошла от всего от этого то что там делал а вы еще сейчас приехали то сюда я сейчас приехал взять у игнатия тихоныча он благословляет евангелие маленькие одно из одна из семь одна из книг евангелий от иоанна святое благовествование одна из книг святой библии 77 книг вот одна из книг святой библии для распространения потому что они быстро расходятся люди люди желают получаешь тысячи сегодня даю последнего северка паси христос вот уже не первый раз наезжает к вот такой такой вопрос есть епископ ваш знает и всю эту историю о вас да я это приехал на собеседование мне батюшка иаким дал телефон своего друга отца василия я с ним созвонился вот и на какой день значит была назначена встреча вот и я приехал на собеседование и они меня выслушали и я был удивлен то есть какие наши тут говорится тогда когда я был еще в московской архиереи не подойдешь и не подъедешь и не достучишься и не зайдешь все на закрытых и на дверях и все ну вот запоры там неприступно все и как все просто с тем архиереем и с теми архиереями которые именно ближе к народу живут именно с народом вот я был конечно удивлен и поражен той простотой вот и встречи и общение духовного общения вот он меня выслушал я у его спросил какая ваша вера основывается ли она на евангелие на канонах вот вот православный он говорит да у нас это все это идет и все мы также людей готовим занятия идут и потом полным погружением крещение у нас идет и все это безвозмездно торговли в храме нету вот у них не торгуют тоже ничем этим никакими там свечами и все и прочее вот свечи только восковые вот отдельно поэтому это все было по душе и все это было видно вот и постоял и в храме помолился чувствовался благодать божия и в дальнейшем он назначил время когда приехать им еще раз приехал и тогда уже там другие священники собирались я рассказал вот это все то что как мой путь был жизненный вот и они меня приняли по милости божии даже если бы не священником я бы так бы просился бы просто значит под их амофор чтобы быть единомысленными вот но господь благословил служить и так вот божьей милостью недостойный орешный раб служит почему у них под этот гнев на вас друг распространился на сына и на вашу жену что даже из храма вас знать надо там и омон вызвать и братков на вас натравить я не могу ответить это за них потому что это от них как бы этот гнев был вот и злоба но мы знаем злоба то от сатаны за ними сатана стоит но они-то как бы добрые священники хорошие вот но допускают врага до себя в святом святой библии написанное не давайте место дьяволу в себе то есть это главная задача каждого священника работать над своей душой от от того узнает что вы мои ученики если любите друг друга любовь на первом месте должна стоять любовь сердце к богу всем сердцем всем по мышление всем разумение все крепости своей души четыре раза всем 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 и ближних своих но и как мы можем бога любить если ближних своих будем ненавидеть конечно нет ну поэтому любим ближних любим бога любим богомcent 갈им ближних как это было что священник на исповедь узнал что мои книги там у кого-то есть и выманул их и назад они отдают новый завет там у бабушки какой то мы на каждом приходе старались значит оставить новый завет в толковании блаженного феофилакта архиепископа болгарского и по нему проводили занятия ну и когда у меня их там четыре прихода и когда меня не было то они сами должны воскресный день собраться помолиться и по книге позаниматься почитать одна читает или один читает а другие все слушают и толкование чтобы духовное размышление было обо всем ну и когда меня убрали и то священники полетели сразу по всем приходам и все что что там было они начали сжигать а там было 300 томов патристики о крещении на правильном игнатий тихонов давал газеты и там и о посте а там о том чтобы бросить курить пить о пьянстве то есть это все было выписано со святых отцов и они это костер начали жечь то с этого всего материала то и бабушкам говорят кидай в костер а они у них страх божий говорит да вы что батюшка это же газета это материалы вот кидай говорит евангелие в костер а то я сам кино нет батюшка не будем кидать вот библию говорит не читайте библия на налой лежала не читайте библию святую не надо ничего говорит кто читает библию с ума сойдет да кто то они только умалчивают что с ума то ты с мирского сойдешь на божественный ум взойдешь то они то это не договаривают вот ну и они пересталось вот перестали собираться с перестали библию чтить все это торговлю у них опять они все на свои круги возвратили все это чтобы все в торговле было вот и вот это евангелие у них там трехтомник оставался на руках у них в церкви был одна книга но нового завета первый том и они ее я говорит конфискую ее заберу и там мы ее сожгем в камне ну и когда мне позвонили то горит а его на сжигание я сразу звоню ему говорю выручит так книгу то я говорю ты смотрите то не сжигать это книгу то отдай верни мне ну в общем они мурыжили где-то месяца два наверное кое-как от них вырвал они постановление сделали сжечь эту книгу гнати тихонов рассказывал что один священник то пришли прихожанам хвалится вы чувствуете у нас тепло храме чувствуем батюшка так я новым заветом говорит протопил ну вот толкование блаженного феофилакта трехтомник сжёг какие рамки входят а как это было какая-то женщина у вас когда вы хотели убрать вашего благощинного гордиенко то она за него заступалась и как ей вроде давали книги она их не хотела считать наши книги а потом попала для слова божия нет уз и она горит ой 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 что же я делала заступалась из-за этого да это кто так было как было а вот евгения михаловна она учительница она там благоговела перед батюшками она их ставила якобы вот все находила только к батюшкам и 20 лет вот и она начала когда она услышала надо библию читать прочитала библию а раз учительницу не вопросов масса она написала целую тетрадь ну и принесла гардиенко благочинному отец николай отец николай ответьте мне на эти вопросы он полистал посмотрел говорит закройка это все и выбрось разорви а библию не читай а ходи и молись и вопросов никаких не будет и так она и сделала поставила библию тетрадку выбросила все и ходила молилась 20 лет говорит сдря сходила промолилась говорит город камень на обе да город камень на обе и дальнейшем когда я к ней снова пришел говорю ставь авторитетом библию вот ставь говорит чтоб святые отцы у тебя были на первом месте начни читать она начала все это читать дал ей книгу игнатия тихоныча лапкина для слова нет для слова божия нет уз она у ней глаза открылись а ой 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 да куда ж мы пришли и куда ж мы куда нас привели и что ж мы так заблудились а вот ну и в общем она стала все это снова осмыслять вот на куда нам идти дальше я говорю ну я и сказал говорю у нас служба идет служение желаете раз нас посетить посмотреть на вот придите мы не откажем вот но они решили приехать нас посетить посмотреть что у нас заслужение вот идет ну и когда они побыли у нас храме они не захотели уходить никуда вот они покинули московский патриархат и перешли нам они почувствовали разницу небо и земля вот такое сергей но все девушка господь устроила я как раз что-то тут коснулся отца павла про евангелие речь зашла и вот он тут стоит у двород звонит приехала у нас ворота открываем попозже вот как интересно то раньше откроем никого нету попозже кто-то приедет вчера интересный случай зашел к одной значит по домам вот и 1 говорит проходи проходим женщина там у не бабушка вот старенькая у нее сцен и дочка ну а сын не по дороге встретился вот ему горит зайди вот в этот дом там у нас родственники мои вот тоже им подари ему подарил это милостью божию евангелие книгу душа и с ним зашел она горит проходи и вот я представился что с православной церкви благовествую о христе о боге о покаянии чтоб покаялись но она значит там вопросы разные были разобрали вот говорит я чувствую что она играет мы молимся надо семь раз молиться семикратно в день прославлю тебя за суды правды твоей господи то есть семь крат семь раз стать на молитву я говорю вот подвигнуться на молитву надо молиться и читать библию святую она говорит а я согласна помолиться я говорю дак она сидит без платка без значит юбки нету я говорю юбку надо длинную одеть у нас правило и платок на голову но и она начала тут искать это все не может найти у бабушки забрала платок вот говорит да я помолюсь я бабушка в платке сидит вот да я помолюсь я говорю ну хоть какую-то накидку простыню там она взяла простыню замоталась игры вставайте вот стали все как положено вот благословен бог наш всегда ныне пресно и во веки веком аминь и царю небесный прочитали три святое вот тут вот у нас еще есть молитвы прошения просительные вот всех святых помянули если желаете послушать я могу мог бы сказать сказать видишь это здесь может на пользу будет такие прошения прошения очень интересные я еще не досказал вот то есть человек хочет общаться и вот начал молиться там всем святым перечисления ну и там такие вот прошения у нас есть мы включили значит семикратную молитву это благодарение три молитвы благодарни исущие не достоин рабитвы и господи от твоих великий благоденец бывших славящий тих валим благословим благодарим поим и величаем твоей благотробие и рабской любое пьемте благодетелю спаси наш слава тебе слава отцу и сыну и святому духу твоих благодеяния в даров туне я карабе непотребнее сподобшейся владыка тебе усердно притекающие благодарение по силе приносим и тебе к благодетелю творца славящего пьем слава тебе боже все щедры и ныне и пресно и во веки веков аминь богородица христианам помощницы твоей представьте состежавшие раби твои благодарна тебе вопием радуйся причистое богородица деву и от всех на тьме твоей молитвы всегда избави иди наскоре предстательствующая дашь мне владычица чистоту сердечную простоту сердечную сыновню и доверчи с преданностью любовь тебе всегда на не пресно и во веки веков аминь дашь мне владыка человеколюбчий сердце не злобие простое открытое верующие надеющиеся любящие щедрое достойно местилища тебя все благаго бога и жени от меня всякий грех всякий плевел садила мне добрую пшеницу для царств этого вечного замолить святые твоей матери така правильная цена кронштадтского святаго царя мученика страстотерпца николая царица и мученица александры царевича мученика алексея царевна мучениц велик них жен ольги татьяны марии анастасии из всех новомучеников российских исповедников и всех твоих святых аминь дашь мне владыка очищение просвещение освещение обновление возрождения душ наших подай господи подай господи дары господи премудрости страха божия рассуждения целомудрия здравый чистый быстрый светлый ум память трезвеним дар слова и прочее добродетелю господа просим подай господи подай господи уезжая дети нас в одежду милосердия благости смиренно мудрия кротости долготерпения в любовь доселяется на слова той обильно со всякой премудростью донесемся я слову мир у господа просим подай господи подай господи я же сокрушите сатану под ноги наша вскоре и со всей смелостью мужеством твердостью дерзновением благовествуйте рабом твоим у господа просим подай господи подай господи уезжей спасти нас в пустыне твое спасение от антихриста печати и госа делайте нас верными рабами твоими у господа просим у гос подай господи подай господи у ежи записать и нас книгу жизни и стоять и в истине поколебимая имея ум и чувства христов у господа просим подай господи подай господи у ежи вселитесь а господу иисусу христу в сердца наша веру и любой страхом божиим у господа просим подай господи подай господи у ежи утвердитесь от духом святым во внутреннем человеке у господа просим подай господи подай господи у ежи движим и быть духом святым на все Только на всякое доброе дело у Господа просим. Подай, Господи, подай, Господи. Милости и оставления, оставления, прегрешения наших. И соблазнам нашим у Господа просим. Подай, Господи, подай, Господи. Сейчас мы встанем с вами, покажемся, какие есть. Встаньте, мы сейчас заканчиваем, у нас уже это время уходит. Чтобы вам видно было, какие мы. Потом, когда будете слышать о нем, чтобы видно было Вот смотрите, это отец Павел самый есть, ну и я рядышком с ним Он рыбак, с голоду не умрет Нас Господь сроднил за любовь к Господу Ну вот так, сверху-то маленько гляньте, какие мы Он, видите, не стал советоваться с плотью и кровью, хотя плоти у него хватает Он прямо пошел, Господь повелевает так, каноны так говорят Они совершенно неразумные Если бы они думали, что есть Бог и есть Царство Божие И надо туда обязательно попасть Да зачем это все нужно-то? Сколько Бог дал нам радости, внимания друг другу Это Бог сделал так Ну что? Христиан, это значит Христианские живота нашего Бестрастные, непостыдные, мирные и доброго ответа на страшном судище Христове просим Подай, Господи, подай, Господи Отец Павел у меня жил, когда его знали Попи, спаси, помилуй, и сохрани нас, Боже, своей благодатью Подай, Господи, подай, Господи О всякие скорби, нужды, печали О всяких бесов видимых и невидимых Спаси нас, Господи Подай, Господи, подай, Господи Пресвятую, Пречистую, Преблагословенную, славную ладычицу нашу Богородицу и Преснадею Марию Со всеми святыми помянувшей, сами себе и друг друга И весь живот наш Христу Богу предадим Тебе, Господи, Тебе, Господи Яко благ и человека любит с Бога, если и те славы высылаем С обезначальным Тим Отцем, и со Пресвятым, и благим, и жертвящим Тим Духом Всегда, ныне и пресно, и во веки, и ком, аминь Так вот, женщина, когда это все услышала Ее сперва мутила, мутила, она некрещенная А потом говорит, истина с вами Бог Мне хочет рясу целовать, руки целовать Я говорю, перестань, прекрати Я говорю, сядь ты, успокойся Она села, дальше продолжил ее разговор Тут пришла дочка Она не хочет меня отпускать-то Дочка пришла Я говорю, ну когда же она меня отпустит-то Думаю, сейчас доведу до кондиции ее Она говорит, да вот дочка любит Значит, она тоже некрещенная Крещению там надо Я говорю, ну у нас надо научить правила Там все это, говорится, Библию святую почитать Евангелие, походить в церковь, помолиться У нас безвозмездно крещение Не так, как там полным погружением В реке Аби крестим Вот, ну и потом она говорит А дочка вот любит, у меня стихи Я говорю, у нас полки ломятся От литературы разной От, в интернете есть, я говорю Все записано И стихи, говорю, есть Желаете, я прочитаю вам стих Она говорит, желаю Ну я встал И если удобно, я сейчас прочитаю Я говорю, он называется Строительный отвес Дьякон возглашает Премудрость вонми Что значит распрямите, станьте прямо Не в дремоте, как боевые кони Готовы в бой через брусь, тверы и ямы Остань Россия прямо Стоянием во Христе Размолоти преграды Прилживейших словес И будешь во главе А не плестись в хвосте Евангелие Вот единственный отвес Евангелие Вот единственный отвес Ну отец Павел Охота еще что-то сказать Я показываю еще Достал из сумки Евангелие Евангелие Вот единственный отвес Все меры жадности Скривила чинно Подмен на гирю продавца В суме Уменьшили длину По своему аршину Напишут Три в пота И один в уме Восстань Россия Прямо Стоянием во Христе Размолоти преграды Прилживейших словес И будешь во главе А не плестись в хвосте Евангелие Вот единственный отвес Но никому и никогда не снилось Уменьшить тяготение земли Таков закон Зиждитель его милость Отвеса все Что вымереть могли Восстань Россия Прямо Стояние во Христе Размолоти преграды Прилживейших словес И будешь во главе А не плестись в хвосте Евангелие Вот единственный отвес Не наше предстояние Пред Богом Не люди грешных Под нынешний момент Не дохлая мораль Не поэтичность Слога Наклон любой Отвес Ведет на нет Восстань Россия Прямо Стояние во Христе Размолоти преграды Прилживейших словес И будешь во главе А не плестись в хвосте Евангелие Вот единственный отвес Стоишь ли Прямо С Библией Сверяйся И не склонись Под чуждое ермо Для выгоды Своей шушуку И царясы Интеллигенция Давно ушла в дерьмо Восстань Россия Прямо Стояние во Христе Размолоти преграды Прилживейших словес И будешь во главе А не плестись в хвосте Евангелие Вот единственный отвес Отвес На тоненьком Строительном шнуре И по нему Свой сноб Поставим прямо А граду Выправь на своем дворе Кто не стоял По смерти Примут Сраму Восстань Россия Прямо Стояние во Христе Размолоти преграды Прилживейших словес И будешь во главе А не плестись в хвосте Евангелие Вот единственный отвес Евангелие Вот единственный отвес На высоте Не устоит подпорка Завалился Лжевера Без канонов Искусством Искусством оправдания Всегдашняя оговорка Корабль не спасти Что кверху дном Утонет Восстань Россия Прямо Стояние во Христе Размолоти преграды Прилживейших словес И будешь во главе А не плестись в хвосте Евангелие Прощаемся с вами Говорю Вот И Женщины попрощались И она говорит Все уже не могу терпеть Уже все Она внутри у ней Понимаете Все хорошо Но вот когда Евангелие Это как в телевизоре реклама Так я не реклама Я говорю Проповедую Благоведствую о Христе Чтобы наша жизнь Началась По Евангелию То всех людей По совести По Евангелию Ну и она там Значит Я тоже Психолог Психологией Занимает Ты говоришь Психолог И Очень мы Развращались Вот Так Его звать Сергей Батюшка Помоги Упоминальник Запиши Болящего Он сильно помогает В деле В интернет В этом Мы все Выставим В интернет Ты дома С вами Посмотришь Что тут было Так Благослови Сергея И мы Отключаемся Бог тебе благословит Сергей Помогите Господь Терпеть С терпением Вашим Спасайте Души У него Руки Ничего не Держим Просто так Благословите Ну что Таня Все Пилотик Щука Жу С Богом Ну спаси Хорошее утро Было Сегодня Да Замечательно Вот так